Я попробую кратко рассказать о том, о чем в моей книжке написано. И, может быть, то, что я хочу сделать, правильнее всего было бы определить такими словами. Я хотел бы представить проблематику той науки, которой я занимаюсь, лингвистике, рассказать, почему это одна из самых лучших, самых интересных наук и чем она, собственно, важна для современного человечества. Если можно так выразиться. Книжка называется «Завлекательно. Почему языки такие разные?» Вот в немножко более строгих терминах название по сути дела о том же. Значит, языков на земном шаре пока еще много. Слово «пока» здесь не случайно, я об этом скажу. Языки эти очень разные. И вот задача наша их изучить. Вот как это делается, зачем это надо, что можно узнать. Таким образом я попробую кратко сказать. В книжке об этом, в принципе, тоже написано. Вроде я надеюсь, что написано понятно. Ну вот, поскольку лингвистика связана со словами, как у нас часто принято, мы начнем с уточнения некоторых слов. Это полезное уточнение, потому что мы сталкивались с тем, что вообще говоря о том, что такое лингвистика, как ни странно, люди знают очень мало. Многие думают, что они знают. Многие слышали это слово. И, наверное, всякий человек скажет, что делают лингвисты. Они изучают язык, правильно? Вот здесь уже кроется некоторая ловушка, очень важная для понимания того, что такое лингвистика. Я с этого и начну. Собственно, что значит изучать язык? Для большинства из нас первое, что мы вспоминаем, это то, что можно назвать практическим изучением языка. Например, мы изучаем иностранный язык, чтобы на нем научиться как-то говорить. Мы можем изучать и свой родной язык. В школе изучаем русский язык для того, чтобы научиться делать то, чего мы без обучения делать не можем. Например, писать без ошибок, грамотно, владея тем, что называют письменной речью. Этому, в принципе, тоже надо обучаться. Вот такое обучение языку, практическое обучение, вообще говоря, не имеет почти ничего общего с тем, чем занимается лингвистика. Отдаленное имеет отношение, но лингвистика изучает язык действительно, но совершенно по-другому. Можно сказать, теоретически. То есть лингвисты изучают язык, как всякие ученые изучают любой другой объект для понимания того, как он устроен. Нам интересно устройство мира. Язык – часть мира, и мы хотим понять, что это такое, как языки возникают, как они функционируют, что это за явление. Так же, как биологи изучают живые организмы, астрономы изучают небесные светилы и так далее. Вот лингвисты в этом смысле изучают язык. Но обратите внимание, что вот такое теоретическое и практическое знание сосуществования, оно не во всякой науке имеется. Это принципиально разные задачи, но вот лингвистика не является практическим изучением языка. Знание лингвистическое, или как мы обычно говорим, вот опять же чуть в таких более строгих терминах, мы должны описать наши задачи механизма понимания и порождения речи на естественном языке. Это так звучит немножко более брутально, но я думаю, что вполне понятно, что имеется в виду. Понять, как мы говорим и как мы понимаем то, что нам говорят. Вот именно. Но такая наука, вот она мало кому известна. Ее не изучают в школе. Как мы видели, в школе совершенно другой предмет. Зато слово лингвистический сейчас получило очень большое распространение. Такое, я бы сказал, слишком большое, ну по крайней мере с точки зрения людей нашей профессии. Дело в том, что все-таки в русском языке лингвистический это относящиеся к лингвистике, а не к языку. Значит, то, что относится к языку, называется языковой по-русски. Ну, в последнее время, может быть, под влиянием английского слова лингвистик, который имеет оба значения, и то, и другое. Ну, здесь английский выступает в данном случае как более бедный язык, чем в русском. Вот в русском такое злоупотребление возникает. Все чаще и чаще лингвистическим называется то, что имеет отношение не к науке, а к языку как таковому. Вот, например, бывают такие учебные языки, называются лингвистическими лицеями. Вот, например, на сайте одного из них прям так и намерен, что такое лингвистический лицей. Может быть, он готовит лингвистов. Ничего-то не бывало. Вот написано. Является учебным заведением профильного типа, обеспечивающим углубленное изучение двух иностранных языков. Понятно, что происходит в этом заведении. И понятно, что в старые добрые времена он назывался бы языковой лицей. Но, видимо, называться лингвистическим, кажется, престижнее. Ну, собственно, что лицей, у нас есть целый лингвистический университет теперь, который раньше назывался институтом иностранных языков и правильно назывался. Вот, он, так сказать, продолжает делать то, что делает, но называет себя уже вот гордо лингвистическим университетом. Хотя не лингвистикой, там в основном занимаются люди, а опять-таки изучением иностранных языков. Вот, но, значит, почему, собственно, вот такая странная двойственность, которая другим наукам, вообще говоря, не свойственна? Ну, вот такой проблем с химией не возникает. Вот, теоретическая химия и практическое знание химии, ну, все понимают, что это области далекие, как-то смешивать их не берутся. Дело в том, что знание языка, то есть наше умение говорить на родном языке, понимать то, что нам говорят, пользоваться языком, это уникальный тип знания, который возникает, ну, вот, как говорят, естественным путем. То есть младенец усваивает его от взрослых, от родителей, от других взрослых, которые с ним говорят. В определенном возрасте, примерно 2-4 года, вот, это очень такой таинственный процесс наука, мало что о нем знает, хотя очень много этим сейчас занимаются. Вот, включаются какие-то загадочные механизмы, и маленький беспомощный младенец, значит, усваивает иностранный, вот, ну, язык, который для него так же труден, как для нас иностранный. Вот, представьте себе, мощь этого механизма у взрослого человека, он отсутствует, он, так сказать, ну, языковые способности есть у взрослых людей, но они приглушены, снизу, там, профессор, доктор, специалист по китайскому языку, там, преподавая его в университете, своим студентам достигает гораздо меньших успехов, чем, вот, двухлетний младенец, если он, вот, живет среди китайцев, вот, он сам по себе без грамматик, без словарей, без практических занятий, без контрольных работ, вот, он через несколько лет заговорит по-китайски, ну, или на любом другом языке, если, вот, к нему будут обращаться. Вот, можете ли вы представить себе, чтобы, например, знание химии таким образом приобреталось, там, что, если младенец ползает в лаборатории среди пробирок, там, слушает лекции и сам начинает, вот, что-то такое изобретать. Вот, вроде бы, неизвестно о таких случаях человечеству. Вот, ну, и никакое другое знание, значит, знанием люди обучаются, это сложное занятие, вот, разным знанием по-разному, а языку могут, не обучаясь, его усвоить. Значит, насколько это сложное знание, может подумать, ну, что это очень простая вещь, даже младенец ее может усвоить, но вы из своего собственного опыта взрослого прекрасно знаете, что ничего подобного, что выучить иностранный язык страшно трудно, вот, ну, некоторые полегче, некоторые труднее, но, вот, все равно, человек, который говорит на иностранном языке так же свободно, как на родном, это большая редкость, это его всем показывают, он хвастается своими способностями, таких людей мало, так что это трудная задача, и знаний этих очень много, они очень разные, и до сих пор мы не очень хорошо даже представляем, какие, вот, в полном объеме. А младенец может это все преодолеть, вот, так что положение лингвистики в этом смысле уникально. Значит, с одной стороны, лингвистические знания, знания языка, простите, значит, приобретаются естественным путем, а с другой стороны, это знание бессознательно, то есть мы все с детства владеем языком, но мы не можем объяснить, как мы это делаем. Понимаете, вот, и вот, люди не осознают этого, значит, нам, лингвистам, если мы хотим это знание извлечь, нужно каким-то образом, вот, заглянуть в сознание человека, сознание этому сопротивляется, человек нам ничем не может помочь, вот, носитель китайского языка может только, ну, говорить с нами по-китайски, больше он ничего для нас сделать не может, он не может ответить на вопрос, какие у него грамматические категории, какие синтаксические конструкции, это все мы должны придумать вместо него, написать много толстых книг, которые, возможно, вот, у любого китайца в голове содержатся, но вот мы этого не знаем. Поэтому вот таких наук, в принципе, почти нету, вот, объект которых устроен таким образом. Дело в том, что язык, наш объект, он не просто, вот, может быть усвоен естественным путем, вот, это знание, но и как объект это достаточно такая странная вещь, ведь язык нематериален. Что такое язык, вот, собственно, я уже много раз это слово произнес, а что это такое? Русский язык, китайский, испанский, это, так, ну, если чуть-чуть упростить, это знание того, как, значит, облекать мысли в слова, или как из слов извлекать те мысли, которые вот ваш собеседник в них вложил. Некоторое знание, такая инструкция, очень большая, сложная инструкция. То есть это нематериальная вещь, это содержание нашего сознания, это что-то, что хранится у нас в голове. Вот у всех носителей испанского языка в голове хранится что-то вот общее, что-то похожее, вот, такая испанская инструкция. У носителей китайского языка хранится другая китайская инструкция, которой вот они все пользуются, и поэтому друг с другом умеют общаться. Вот, значит, увидеть, потрогать, понюхать язык нельзя, он скрыт от нас, он часть сознания. Вот, видите, то, что мы можем ощутить, мы называем словом тексты. Тексты – это то, что мы производим. Вот, моя лекция, например, тоже тексты. Ваши вопросы, которые вы мне зададите, тоже будут текстами. На русском языке, поскольку мы им владеем, мы друг друга постараемся понять. Вот, значит, но тексты, которые мы можем наблюдать, даже записывать, фиксировать, это не язык, это, так сказать, результат работы языка. Вот язык – это инструкция, а текст – это, так сказать, прибор, который собран по этой инструкции. Вот, поэтому положение лингвиста, значит, задача лингвиста – написать эту инструкцию в явном виде. Вот представьте себе, например, что вам выдадут какой-то очень сложный прибор, компьютер, какой-то сверхсуперсовременный компьютер, скажут, вот прибор, делай с ним что хочешь, собирай, разбирай, там, можешь бросить его с большой высоты, там, можешь кислотой, но твое дело – написать инструкцию по сборке такого же. Вот, если у тебя хорошая будет инструкция, то можно будет собрать другой такой же компьютер. Вот, и все. Вот, вот примерно такова же задача лингвиста. Перед ним что-то собранное по инструкции, он должен понять, какова инструкция, которая позволяет вот эти тексты получать. Очень трудная задача. Собственно, вот, язык скрыт от наблюдения, мы, опираясь на тексты, его, вот, извлекаем, ну, то, что называют грамматикой. Иногда вот эти правила, правила сборки, так в широком смысле называют грамматикой. Вот, мы ее должны достать из головы людей, где она спрятана. Вот, ну, трудно ли это делать? Такое, вот, простое наблюдение. Есть очень много, ну, для каких-то языков есть очень много описаний того, как они устроены. Много словарей, много грамматик. Ну, представьте себе вот все, что написано про испанский язык. Сколько там диссертаций защищено, научных работ, статей, книг. Представьте себе, что вы все это выучите наизусть и запомните. Вы будете говорить хуже пятилетнего испанского ребенка. Вот, даже если вот все это огромный массив знаний. Так что пока мы, нам трудно конкурировать вот с этим естественным механизмом. Мы еще далеко не все про него знаем. Хотя, конечно, последние годы, десятилетия лингвистика, теоретическая лингвистика довольно сильно продвинулась вперед. Довольно много узнала о языке. И главное, вот, люди постепенно начинают понимать, что это вообще очень важная задача. Что знать, что такое язык, нам очень важно, потому что это один из ключей к тому, чтобы понять, как вообще устроен человек. Его сознание, его культура, история и многое другое. Вот я об этом скажу еще чуть позже. А теперь вот давайте некоторые другие еще вещи, крайне очень полезные, важные. Вот первое, что мы узнали про язык, это то, что он не материален, не наблюдаем, он спрятан у нас в голове, устраивается бессознательно. Что уже делает его ни на что не похожим. Значит, но есть еще некоторые свойства языков, человеческих языков, которые, так сказать, еще усложняют нашу задачу. Первое такое вот важное и очень неприятное свойство в том, что язык постоянно изменяется с течением времени. Ну, строго говоря, он изменяется со сменой поколений. Вот язык наших детей всегда не такой, как наш. Язык наших родителей тоже был не такой, как наш. Эта разница не очень заметна. Принц, поскольку поколения разные друг с другом общаются, они не на разных языках все-таки говорят. Но разница есть, она накапливается. Значит, проходят десятилетия, столетия, и язык уже не тот, который был раньше. Абсолютно любой язык. Вот этот закон, которого избежать нельзя. Вот ни один язык не может сохраняться таким, как был. Скорость может быть чуть-чуть разной. Может пройти пять столетий, язык изменяется до неузнаваемости. Может три. Это зависит от разных обстоятельств. Но это обязательно произойдет. Мы не можем читать тексты на древнерусском языке, написанные. Они нам с трудом понятны. Современные итальянцы с трудом читают тексты на латинском языке. Между тем, вот это в каком-то смысле один и тот же язык. Вот латынь превратилась в итальянском язык на территории Италии, на территории других стран превратился в другие языки. А вот древнерусский превратился в современный русский на территории современной России, восточнославянской территории. И так далее. Со всеми языками это происходит. Так что это такое важнейшее свойство языка. Более того, именно это свойство дает нам то, что называется группами родственных языков, о которых наверняка все слышали. Все знают, что русский язык входит в семью славянских, они родственные, они, так сказать, похожи. Романские языки, потомки латинского языка. Родство языков возникает именно в силу вот этого свойства. Потому что, ну представьте себе, значит, вот непрерывно изменяющийся язык. Народ, который на нем говорит, он расходится в разные стороны. Разные части народа теряют контакт друг с другом. Язык продолжает изменяться, но, так сказать, в разном направлении. Значит, получаются потомки одного языка, изменившиеся по-разному. Вот эти вот разные варианты того, что некогда было языком одного народа, называются родственными языками. Вот романские языки, потомки латинского языка на огромной территории, вот оказавшиеся. Там румынский, испанский, итальянский, французский и так далее. Славянские языки, то же самое. Вот такая дивергенция происходит при расхождении. Что существование родственных языков, такой тоже важный факт. Но еще более важный факт состоит в том, что языков вообще в мире современном много. Не то чтобы, вообще говоря, вдумайтесь, это нетривиальная вещь. Ведь все люди могли бы иметь в голове один и тот же механизм. Правильно? Превращение мыслей в слова. Это не так. Таких механизмов много. Я бы даже сказал, очень много. И они известны как разные языки современного человечества. Некоторые из них родственны друг другу, но далеко не все. Значит, в мире есть сколько-то надежно установленных семей, сколько-то, про которые мы не очень хорошо понимаем, сколько-то, про которые мы точно знаем, что никаких родственников у них не находится сейчас. Когда-то, может быть, были, но исчезли. Считается, что в современном мире около 7 тысяч живых языков. Ну, живых в том смысле, что на них говорят люди, они передаются от родителей к детям. Вот такой язык называется живым, иначе он называется мертвым. Он может существовать в таком специальном виде, но вот нас интересуют живые языки. 7 тысяч — это большая цифра. Хотя людей на земном шаре гораздо больше, как вы помните. Но вот и это разнообразие для науки очень важно, поскольку оно задает нам, так сказать, пространство возможностей. Нас в первую очередь интересует, каким может быть естественный язык. В принципе, может. Но величину этой цифры не надо обманываться, потому что 7 тысяч — это много, ну, только с какой-то одной точки зрения, просто чисто количественной. На самом деле все обстоит далеко не так блестяще. Действительно, языков было много всегда. Вот сколько мы знаем историю человечества, языков всегда было много. Люди это осознавали, этот факт хорошо. Но в истории человечества языки могли исчезать. Это понятный процесс. Язык может исчезнуть, если люди перестанут на нем говорить. И могут появиться новые языки. Ну вот в силу родственной дивергенции, если люди разойдутся далеко. Но современный мир устроен так, что новые языки в нем уже довольно давно не появляются. Ну вот, по крайней мере, с 16 века, приблизительно вот с эпохи географических открытий, когда мир стал становиться меньше и меньше. Сейчас он совсем маленький. Сейчас мы не можем уйти. Если бы даже мы захотели так устроить, чтобы там возник новый язык. Нет такого места, куда мы могли бы уйти, чтобы контакты с остальной частью прервались. Вот, хорошо это или плохо, но вот мир маленький, поделен на государства, границы, плюс интернет, радио, телевидение и так далее. Вот деться никуда нельзя. Вот, во всяком случае, новых языков не появляется. А исчезать языки не только продолжают, они это делают в гораздо более высоком темпе, чем раньше. Вплоть до того, что на самом деле сейчас, вот примерно такие цифры вот приводят, значит, более 90% населения Земли, то есть огромное подавляющее большинство, говорит на одном из 25 всего лишь самых распространенных языков. То есть вот колоссальное неравенство. Вот все это как бы огромное языковое разнообразие, которое поражает воображение, насредоточено среди очень небольшой группы людей под сравнением со всевозможной численностью. Вот, в каком-то смысле вот языков всего 25-30, в каком-то смысле у нас. А если мы посмотрим на верхнюю часть этого списка, вот такое топ-10, это языки, носителей которых больше 100 миллионов. Вот удачным образом их ровно 10 таких языков в современном мире насчитывается. носителей, подчеркну, которые пользуются им как родными, только не как вторым там или третьим языком. Вот список из этих 10 языков. Ну, китайский, понятно, что на первом месте, где больше миллиарда говорящих, это самый крупный язык современного мира по числу, так сказать, вот природных носителей. Значит, дальше арабский, английский, хинди, испанский, бенгальский, португальский, русский, японский и немецкий. Вот в таком списке. Вы видите, французский язык уже сюда не попал. Там меньше 100 миллионов говорящих. Вот немецкий попал, например. Вот. Ну, вы видите, что здесь очень разные языки в этом списке. И, так сказать, в силу разных причин они сюда попали. И если мы дополнительно другую цифру возьмем, число не только тех, для кого он родной, но и тех, кто пользуется активно как второй язык, то здесь, конечно, понятно, какой язык будет на первом месте. Конечно, английский. Он сразу обгонит. И даже обгонят китайский здесь. Вот. Чуть-чуть поменяются места в этом списке, но не так важно вот эта вот верхняя десятка и еще некоторое количество. Небольшой список, небольшой, к сожалению, по сравнению с… Более того, как считается, вот ежегодно исчезает бесследно около 10 языков вот из этого списка. Так что вот их становится все меньше и меньше. Но исчезают просто потому, что вот умирают последние люди, которые его помнят, а их дети и внуки уже говорят на других языках. Они выбрали другие языки, потому что им удобнее на них говорить. И вот это, так сказать, крайняя часть списка, но где-то за ними это языки, на которых сейчас говорят 100, 200, 500, 1000 человек. Таких языков очень много. Их даже там 10 тысяч – это не такая большая цифра. Это, в общем, значит, что, скорее всего, даже такому языку суждено в ближайшее время исчезнуть. Хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, языки исчезают, так сказать, добровольно. То есть не языки добровольно, а люди переходят… Люди, считаешь, так им удобнее, что их жизнь будет проще, комфортнее, обеспеченнее, благополучнее, защищеннее, как хотите. И, казалось бы, вот отказ от одного языка, переход на другой сулит какие-то выгоды. Вот, так сказать, локальные выгоды, сиюминутные, может быть, для данной группы людей. Для человечества в целом, пожалуй, все-таки результат отрицательный. Ну вот, лингвисты это поняли давно, пытаются, так сказать, бить тревогу, но в обществе довольно слабо есть понимание того, что вообще это плохо и надо что-то делать. Правда, биологи как-то сумели убедить человечество в том, что сокращение разнообразия биологических видов – это очень плохо. Когда там исчезает какая-нибудь редкая землеройка, где-нибудь, то, значит, все понимают, что это вот ужасно, землеройку надо спасать. Там актеры жертвуют большие суммы, дают бесплатные концерты в пользу землеройок. Это очень хорошо. Нет, в принципе, землеройка тоже нужна человечеству, но во много раз больше человечеству нужен, скажем, энецкий язык у нас на Крайнем Севере, или языки аборигенов Австралии, которые на грани исчезновения, или большинство языков индейцев Северной Америки. Это все на самом деле часть общечеловеческой культуры. Дело в том, что язык, всякий язык – это способ выразить свои мысли, способ описать мир, который нас окружает. И каждый такой способ уникален. То есть каждый язык – это определенный, очень сложный вид мышления, если угодно. И если мы его утрачиваем, мы утрачиваем, так сказать, одну из возможностей человечества взглянуть на мир. Вот некоторым определенным образом. Потому что в каждом языке есть очень сложный механизм этой культурной памяти, восприятия мира. То есть мы становимся беднее на одну свою возможность с утратой языка. Для всех гуманитарных наук это очень большая потеря. Гораздо большая, чем все-таки живая природа, животные, растения. Это в каком-то смысле более простая вещь, чем содержание человеческого сознания. Поэтому здесь, конечно, эта утрата невосполнима. Поскольку язык, если он исчезнет, мы уже никогда не будем знать, как он устроен, даже вот то, что мы сейчас делаем, мы пытаемся, так сказать, сохранять, фиксировать, записывать эти языки, но все равно это дает неполную экрану. Представьте себе, что язык умер, от него осталась там одна грамматика и несколько текстов. Это вполне реальная ситуация. Это хорошо, это лучше, чем ничего, но это далеко не все, и это не поможет ответить на те вопросы, которые люди будущего могут захотеть задать. Например, там, проенецкий язык, который мы сейчас стараемся сохранить. А на нем сейчас говорит около десятка очень пожилых людей. На Таймыре и больше. В ближайшие десятилетия, наверное, не будет говорить никто. Собственно, часть лингвисты, которая этим занимается, называется лингвистическая типология. Это как раз изучение разнообразия языков. Книжка в каком-то смысле именно. Об этом типологи. Это лингвисты, которые… Основная профессия, которая как раз это изучать, насколько языки могут отличаться друг от друга и в чем может быть сходство. В языках человечества есть не только различия. Различия часто колоссальные, но сходство есть тоже. Естественно, наши языки во многом похожи. Похожи родственные языки, мы это знаем, поскольку просто они унаследовали какие-то общие черты. Похожие языки, которые просто находятся рядом друг с другом. Называется реальное сходство в лингвистике. Если долго существует… Люди могут быть похожи, потому что они братья и сестры родные или двоюродные. Могут вести себя похожи, потому что долго жили вместе в одной комнате, приобрели схожие привычки. Вот так же и у языков бывает. Ну и, наконец, языки могут быть похожи, независимы, просто потому что это языки человеческого. У них есть гласные, согласные, подлежащие, исказуемые, имена и глаголы, разные и другие сходства. Так же, как у всех людей, есть две руки, две ноги, два глаза, волосы и так далее. Это генетические, реальные и типологические сходства. Ну, давайте какой-нибудь пример. Вот в славянских языках, например, мы знаем, что существительные склоняются, у них есть падежи. Число этих падежей более-менее одинаково. Именительные, родительные, винительные, дательные, творительные. Почему, например, есть творительные падежи? Очень разно он был в общеславянском языке, в предке всех славянских языков. Вот это такое очень простое объяснение. Это вот те самые голубые глаза, которые братья унаследовали от дедушки или бабушки. Или, скажем, романские языки имеют определенный артикль мужского и женского рода. У него согласные, вот такое сходство. Испанское, эль итальянское, иль французское, ле румынское, уль и так далее. Вот они похожи, потому что они все восходят к латинскому слову иль, это местоимение третьего лица. Тоже, так сказать, простое, унаследованное сходство. Языки могут вынести такие сходства. Значит, контактные сходства тоже бывают хорошо известны. Вот очень давно, рано было открыто такое высокое степень сходства балканских языков. Балканы – такой мощный этнический котел. Туда попали языки, далеко не все из которых родственные. Ну, например, греческий, болгарский, албанский, сербский, турецкий, многие цыганские диалекты. Все это, так сказать, языки из разных мест, пришедшие на Балканы, по-разному изначально устроены. В них много общего появилось за те несколько столетий, пока вот балканские народы, ну, вот самое известно, любой лингвист вам это скажет, вот в них нет неопределенной формы глагола, инфинитива. Значит, вместо «хочу уйти» вот эти языки используют вот примерно такую конструкцию – «хочу, чтобы я ушел». Значит, в древнегреческом инфинитив был, мы это хорошо знаем, он исчез, когда греческий стал таким вот ярким был. Значит, в предке болгарского языка, в церковно-славянском инфинитив был, он, собственно, в большинстве славянского восстался, в болгарском исчез, ну и так далее. Вот это такая общебалканская черта. Ну, вот в турецком он, правда, остался, турецкий попозже чуть-чуть. Но есть другие черты, которые вот у этих языков общие. Вот это привычки, приобретенные от совместного проживания в маленькой балканской квартире. Вот, значит, это называется часто языковым союзом. Вот такая группа языков, которые сблизились друг с другом. Вот. Их в мире довольно много насчитывается. Просто балканский языковой союз – первый вот открытый лингвистами. Вот еще такой забавный пример такого вот реального сходства. Значит, вот в польском и в литовском языке есть слово, которое значит «сливки». И там, и там оно производно от слова «сметана» с уменьшительным суффиксом. Значит, по-польски, собственно, «сливки» будет. Шметанка. Может, если кто знает польский, наверняка слышал это слово. Вот, так сказать, маленькая сметана, такая шметанка. Значит, по-литовски то же самое звучит, как «я тенели». Слово совершенно не похоже. Но это слово «сметана», литовское слово, с уменьшительным суффиксом. Вот. То есть идея, что «сливки» – это такая вот несерьезная сметана, вот, эта идея, конечно, не могла независимо прийти в голову литовцам и полякам. Это результат длительных тесных контактов, вот, о реальных связях польско-литовских. Вот. Ну, понятно, что вот это сходство не такого рода, как творительный падеж в русском и, скажем, в чешском языке. Вот. Так что вот могут, так сказать, притереться друг к другу. Значит, ну, независимые сходства тоже бывают. Вот, значит, я в концу лекции хотел бы вас поразить различиями между языками. И действительно, различия поражают лингвистов больше. И масштабы их вы вряд ли даже представляете, насколько разными языки могут быть. Но сходства тоже бывают очень интересными и неожиданными. Вот. Вот, например, определенный артикль, который есть во многих языках Европы. Вот, например, он есть и в германских, и в романских языках. Значит, при этом в некоторых из них он является суффиксом, который присоединяется, так сказать, ставится после основы слова. Вот. Вот он есть в норвежском языке. Такой суффиксальный артикль. Вот слово «волк» с определенным артиклем. Вот звучит как «элвен». Видите, суффикс. Вот по-английски, родственный норвежскому язык, вот это то же самое, что английское «the wolf». Вот «элв» и «вулф» — это родственные слова. Так сказать, они видно, что похожи. А вот артикль. Видите, вот в норвежском он, так сказать, переехал в конец слова. То же самое мы находим в румынском языке. Вот «волк», «the wolf», так сказать, по-румэнски, будет «lupul». Вот. Это основа «lup» романская и артикль. Вот возьмите французский язык, вот та же основа «lu», вот то же слово. И вот артикль. Большинство романских языков ведут себя именно так. Но вот в румынском переехал артикль тоже назад. Понятно, что норвежский и румынский друг с другом не контактировали, в отличие от польского с литовским, которые много веков, так сказать, были в рамках одного государства. Значит, это типологическое сходство. Это независимое развитие и там, и там. Вот такое в языках тоже бывает. Ну вот порядок слов, например, тоже такая черта, на которую лингвисты много внимания обращают. Скажем, вот есть понятие нейтрального порядка слов. Значит, вот в русском языке нейтральный порядок слов, поисковательное предложение. Сторож пришел домой. Подлежащее, сказуемое, другие. Значит, есть языки, где нейтральный порядок такой, что в нем сначала сказуемое. По-русски мы можем так сказать, открывает сторож двери. Но это не нейтральный порядок. Это может быть начало истории. Мы чувствуем, что это вот не… Сторож открывает двери, все, значит, никаких стихо-спокойно. Открывает сторож двери, вот мы вкладываем некоторые специальные смыслы. Значит, мы это чувствуем. Но есть языки, где это, так сказать, вот единственный способ выразить эту мысль. К такому языку относится, например, классический арабский и современный ирландский язык. Между которыми, как вы догадываетесь, тоже вряд ли можно предполагать какое-то длительное влияние. Географически совершенно… Но и там, и там нейтральный порядок слов – это глагол в начале, сказуемое в начале. Вот это типологический сход. Значит, вот видите, собственно, типология в основном на этих сходствах сосредоточена, но она интересуется и различиями. Вот теперь самое интересное – это как раз различия. Что вообще в принципе язык может себе позволить? Не вообще все, так сказать. Тут, так сказать, пределы фантазии несколько ограничены. Мы понимаем, что что-то вряд ли в языке встретится. Но тем не менее, то, что может встретиться, ну вот то, что разрешено, и это огромное, конечно, такое вот и необычайно интересное поле. Ну так, чтобы вас немножко развлечь, может быть, давайте начнем с простых вещей, со звуков. Мы, когда говорим, все-таки язык так устроен, что у него субстанция, она звуковая. Вот мы издаем колебания воздуха, произносим гласные и согласные, они достигают наших ушей, вот мы расшифровываем послание. Ну так, природа вот устроена речевого общения людей. Это, так сказать, факт физиологии человека, что ему удобно издавать звуки. Но вот эти звуки бесконечно разнообразны в языках мира. Речевой аппарат человека может много всего совершить, много всего издать. Значит, большая часть этих возможностей используется языками. Не все, но очень многие. Вот согласные, например. Бывают согласные щелкающие, так называемые, которые произносятся на вдохе. Мы можем, в принципе, такие звуки издать, изображая там цоканье подков, но нам не придет в голову вставлять их в речевой поток. А, скажем, в языках Юга-Африки это такая нормальная практика. Или наоборот, такие, так называемые, абруктивные согласные, наоборот, с таким вот резким щелчком. Например, вот такие звуки. Значит, вот очень характерная артикуляция для языков Кавказа или для языков индейцев. Тоже для нас экзотическая. Или гортанные согласные. Вот есть языки, где очень сильно нагружена гортань. В русском она почти не работает, в большинстве языков Европы. Скажем, в семитских языках, ну, в современном арабском. И опять-таки в языках Кавказа, которые фонетически одни из самых богатых в мире. Вот гортань используется очень активно. Такие вот такие вот звуки, очень напряженные артикуляции, такие клокочущие. Значит, они используются активно. Ну, придыхательные, это, наверное, даже многие знают. Вот что-то в древнегреческом, там П, Т, такие. В армянском современном есть, в индоарийских языках, вот в Индии. Вот много. Это такая распространенная артикуляция. Или, скажем, вот тоже латеральный. Латеральный согласно на русское Л, например, это латеральный звук. Он звонкий, и нам не придет в голову, что он может быть глухим. Между тем может быть глухой Л, такой вот звук. Опять-таки на Кавказе, ну, где мы почти все находим. У индейцев, у кельтов современных, валийских, в языке есть такой вот звук, глухой Л. Более того, глухие могут быть даже носовые согласные. Это нам даже не только представить произнести этот труд, но и глухое М. Так вот, даже непонятно, можно ли, вот вы меня не слышите, даже я пытаюсь это делать. Что-то, скажем, для эскимосских языков это вполне нормальная артикуляция. Для того же валийского языка тоже такое глухие бывают произношения. Ну, среди гласных тоже не менее интересные. Ну, носовые тоже, носовые даже не такая экзотика. Французский язык, португальский, польский, в Индии, в Африке, вот такие он, он, вот такие гласные. Это, в общем, привык, красиво звучит. Но бывают глухие гласные. Тоже в школе учат, что гласные произносятся голосом. Вот, заставляют детей, детям двойку поставят, если они скажут, что гласные глухие. Между тем, есть языки, где, ну, так сказать, на слух, как будто шепотом. Вот, но этот шепот, он обязателен в данном слове, он различает смыслы. Вот, скажем, в Восточной Африке такие бывают. Или так называемая фарингализация, такой редкий тип артикуляции, когда гласный произносится с таким сдавливанием гортани. Так, например, если вас начнут душить немножко, вот вы произносите хороший фарингализованный гласный. Вот, тоже для кавказских языков характерная артикуляция. Значит, то есть, видите, ну, чего-то никто не произнесет никогда, поэтому таких звуков не бывает. Но, как видите, наши физические возможности, они вообще гораздо шире того, что каждый язык отбирает. Есть языки с очень богатым таким набором, вот, языки Кавказа, например, или Тихоокеанского побережья Северной Америки. Есть языки с очень бедным набором, прям, языки Полинезии, островов Тихого океана. Там гораздо меньше звуков, чем в среднем. В среднем 30-50 примерно вот разных звуков в языке и вполне обходятся. Вот, вот это такой, ну, простой, забавный пример, так, чтобы вас немножко развлечь, вот, такого внешнего языкового разнообразия. Но, конечно, гораздо интереснее, так сказать, гораздо важнее, вот, для понимания того, о чем я говорил, вот, поскольку язык все-таки нам служит для выражения мыслей, для описания мира. Первое, это грамматика и разнообразие внутри грамматики, вот, я, конечно, сейчас не смогу даже, даже приблизительно коснуться этой огромной темы, но вот, приведу два примера. Включение, чтобы просто вы, может быть, представляли, насколько языки могут друг от друга отличаться. Значит, вот, есть простое русское предложение. Значит, я получил три письма. Все в нем, казалось бы, понятно, подлежащее, сказуемое, дополнение. И, вроде бы, что здесь может быть другим, вот, если мы его переведем на английский, на французский, на польский, примерно то же самое. Различия, конечно, будут, но не поражающие воображения. Вот, и, казалось бы, можно ли представить себе язык, где это звучало бы принципиально иначе? Можно, можно. Вот, например, таким языком является язык Самоа. Это один из полинезийских языков. Я их вот только что упоминал, как языки с самыми бедными звуками. Значит, это остров Самоа в Тихом океане, ну, известный нам Стивенсон там жил и умер, в частности. Вот, один из полинезийских языков. На нем еще довольно много людей говорит, такой язык вполне живой. И вот, ну, языке Самоа, такой наиболее стандартный перевод этого предложения, вот, выглядит так. Этолутус и намауа. Видите, в звуковом отношении это очень простой язык, никаких тут хитрых. Ну, вот, может быть, вы ожидаете, что вот это я, это получил, правда, вот, это три, а это письмо, да? Вот, ничего подобного. Вот, ни одна из этих гипотез не верна. Вот, более того, слова я здесь вообще нет, его и не должно быть. Значит, буквальный перевод здесь примерно такой, вот, делается тройным письмо, которое было получено. Вот, вот, дело в том, что вот в этих языках порядок слов, как раз такой же, как в арабском и вирландском, в начале там идет глагол. Ну, может, вы хотите сказать, что в начале глагол получить должен быть, ничего подобного. Глаголами в языке само являются числительные. Значит, значит, в этом языке числительные являются глаголами. Вот, ну, такие глаголы, вот, и более того, это единственный способ сосчитать предмет. Значит, ну, мы, опять же, считаем, что это такая особая часть речи, несуществительная, да, неприлагательная. А у них числительные – это такие глаголы. Ну, какое значение? Имеется, существовать в количестве трех. Ну, можно сказать, троиться. Вот, почему нет, собственно. Если есть там глагол «лежать», почему не может быть глагол? Или принадлежать, например. Почему, или, вот, если есть глагол «принадлежать», почему не может быть глагола существовать в количестве трех? В каком-то смысле это даже очень логично, это же свойство предмета, его количество это свойство предмета, а свойства называются глаголами. Вот мы получаем такой толу, толу это три, а на самом деле это иметься в количестве трех, вот так сказать, строиться, делаться тройным. Ну вот дальше идет подлежащее письмо, вот кто, так сказать, значит, а это такое вот относительное предложение, которое получено, значит, глагол ма это получать, значит, мау это пассивный залог этого глагола, вот, троится письмо, которое получено. Здесь еще два маленьких словечка, э и на, это грамматические показатели. Грамматические показатели, даже трудно сказать чего, потому что в русском языке нет такой грамматической категории. Ну, в таких, в европейских грамматиках скажут, что это показатели времени, но это не время, может быть, точнее сказать, что это показатели глагольного вида, но это, конечно, не такой вид, который в русском языке. Вот это такие специальные глагольные показатели, видите, они при глаголе, вот, и они являются частицами отдельными, не суффиксами, не префиксами, как мы привыкли. Значит, этот показатель указывает на то, что действие происходит в данный момент, ну и вообще всегда, вот, а это значит, что действие предшествует, вот, то есть письмо было получено раньше в некоторый момент, это попытка, вот, передать русское прошедшее время, и вот оно имеется в количестве трех. Значит, вы спросите, где же тут я? Мы же хотели, вроде бы, перевести с русского. Нету, но любой носитель само поймет, что речь идет, что он говорит о себе. Вот, правильный способ говорить о себе, это себя не называть. Вот, причем, заметьте, здесь нет, скажем, множественного числа, как в русском, три письма, потому что, ну, и так ясно, вот, собственно, тусы, это и письмо, и письма, вот, и так ясно, сколько их. Вот, ну, то есть, видите, различий много. Вот, давайте я к сумме, значит, то ли это глагол, а не числительное, он при этом в начале предложения, но это даже нас уже не удивляет, это мы считаем нормальным. Значит, при существительном нет показателей числа, при глаголе нет показателей лица, значит, лицо по другими средствами, и все грамматические показатели, которые есть, это такие частицы, которые так довольно свободно гуляют по предложению. Вот, ну, вот, видите, вот как, вот это еще далеко не самый экзотический пример, но хорошая иллюстрация того, как, в принципе, человеческие языки могут отличаться. Вот, представьте себе, что язык само исчезнет, а эта перспектива вполне вероятная, ну, сколько на этом острове людей начнут они говорить по-английски, там, не завтра, так через два поколения. Вот, представьте себе, какую колоссальную информацию мы потеряем, вот, наше представление о человеческом, вот, здесь фактически погибнет целый мир, вот, с таким, возможно, что язык такое окно в мир, вот, если бы мы этого не знали, мы бы очень много не знали вообще про устройство человеческого сознания, психики, культуры, восприятия мира, ну, огромного количества всего. Поэтому, конечно, сохранение, изучение, вот, проникновение в эти механизмы, оно не просто важно, это неотложно важная задача гуманитарных наук. Вот, поэтому, вот, надо бросить землероик и срочно заняться спасением исчезающих языков, они гораздо важнее, хотя, конечно, мы с вами против землероик ничего не имеем, безусловно, их тоже надо спасать, всякое разнообразие – это благо, но разнообразие языков – это жизненно важная для человечества вещь. Вот, ну, и последний пример, как раз, уже мы подходим к концу. Значит, вот, в русском языке есть три глагола, ну, их, на самом деле, больше, вот, такой ряд – зарезать, загрызть, задушить. Ну, мы говорим о печальных вещах, исчезают тоже такие брутальные ряд глаголов. Значит, ну, понятно, как они устроены. Значит, у них есть корень, который обозначает некоторый способ воздействия на объект. Вот, механического воздействия. Есть приставка, одна и та же, которая обозначает, что это воздействие доводится до некоторого экстремума. Ну, приводит в данном случае вот к такому результату. Глаголов много там, там, замучить и прочее, и прочее. Это, так сказать, продуктивный ряд. Вот, очень просто и логично. Что такое там загрызть? Это грызть, грызть, грызть и довести до смерти. Правильно? Вот, значит, за довести до отвечает приставка, а за вот способ этого доведения отличает корень. Значит, ну вот, можно ли ожидать чего-то другого? Можно. Вот есть такой язык лохота. Это индейский язык, семья индейцев Сиу, Северная Америка, на грани исчезновения находящейся. Но в русском больше известен слово дакота. Значит, вообще лохота более правильное название. Вот если вы помните там песню о Гаевате Бунина, из страны Аджибуэев, из страны дакотов диких. Ну вот, дикие дакоты, это вот и есть носители языка лохота, современные. Значит, некоторое их количество существует, еще очень мало. Значит, вот те же три глагола в языке лохота вот так вот будут выглядеть. Ватха, ятха и юта, с предыхательным согласным. Вот. Жирным же выразил корень. Значит, не правда ли странно, что корень-то тут один и тот же. А вот приставки, вот они, разные. То есть, ровно наоборот, чем в русском. Корень тут один, а приставки разные. То есть, с точки зрения языка лохота, здесь другая логика. Значит, если в русском у нас вот причинение смерти – это приставка, а корень – это способ, то скилл охота ровно наоборот. Корень выражает идею смерти, та – это умереть, а приставка выражает способ, так называемые инструментальные приставки. И такие явления очень интересные, так хорошо описанные для как раз тихоокеанского. Значит, ну вот приставка «ва» означает чем-то режущим, чем-то острым. Вот приставка с таким значением – чем-то острым. Нам не придет в голову, что приставка может такое значить, если мы опираемся там на русский, английский, какой угодно. А между тем вот языки такие есть. Я, значит, ртом или зубами, приставка, напоминаю, это такая приставка. И Ю, значит, сжимая руками. То есть вот приставки издают способ причинения смерти. Значит, результат одинаковый. Вот, простите, значит, загрызть и адха, значит, одно и то же. Но пришли к этому результату мы совершенно разными путями. Вот, понятно, какими. Вот тоже очень хорошая иллюстрация того, вот, какими, значит, вот задача у человеческих языков одна – выразить наши мысли. А вот пути очень разные. И вот, опять же, представьте, что язык лохоты исчез. И мы никогда не узнаем, что вот такие структуры человеческого мышления в принципе возможны. Вот потерять это было бы очень жалко. Ну вот, поэтому, я думаю, что пора заключать. Собственно, вот я немножко представил суть задачи, ценность лингвистики, теоретической лингвистики, более точно, лингвистической типологии. Это одна из важнейших представителей современного гуманитарного знания. Очень многих задач, вещей она важна. Значит, вот она наиболее… И это очень, так сказать, социально и культурно значимая деятельность. Сохранение, поддержка, развитие языкового многообразия. Вот иногда, мне кажется, что, может быть, ничего более важного нет. Вот если мы с этой задачей сумеем справиться, то, как все остальные аспекты нашей жизни, многострадальные, тоже, может быть, встанут на места. Вот в книжке я про это не написал, но вам сообщаю по секрету. Ну вот, собственно, на этом, наверное, мы могли бы закончить. Браво. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, то я надеюсь, что сейчас… О, хорошо. Сейчас появится человек, способный раздавать микрофоны. А я пока пойду туда и свой засуну. А нет, все уже получилось. Здравствуйте. Вот вы так настаиваете на том, что нужно заниматься спасением исчезающих языков, сохранением всяческим. И у меня вопрос. В чем, на ваш взгляд, польза языкового разнообразия для человечества? И второй вопрос. Уже как бы сузить так немного. Хорошо ли и полезно, на ваш взгляд, для конкретно взятой личности, для конкретного человека знать несколько языков? И как вы формулируете эти выгоды? Спасибо, да. Ну, на первый вопрос я как раз пытался ответить, можно сказать, в ходе вот всего рассказа. Польза разнообразия языков в том, что каждый язык – это некоторая особая возможность человеческого мышления. Это некоторая иллюстрация дополнительного богатства вот всего человечества. Если мы хотим понять вообще феномен человека, мы должны представлять себе все эти способы, а не один, вот если очень кратко отвечать. То есть разнообразие языков – это окно вот в наше знание о человеческой культуре и человеческой психике, как минимум. А что касается отдельного конкретного человека, то ответ и вытекает из этого. Для отдельного человека в высшей степени полезно владеть разными языками, ну, что, собственно, люди всегда понимали. Нет ни одного, по-моему, автора в истории человечества, который бы сказал, что знать много языков плохо. Вот я такого не встречал. Но огромное количество философов, историков, писателей, кого угодно подчеркивали, что как бы, ну, вот помните разные афоризмы. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек, там, Гумбольд, вот один из основателей лингвистики, писал, что язык очерчивает вокруг нас магический круг, выйти из которого мы не можем, можем лишь переступив его, так сказать, выучив другой язык, мы, так сказать, проникаем в другие вселенные тем самым. Так что, так сказать, изучение языка такое индивидуальное расширение сознания, причем гораздо более безобидное и поощряемое, чем разные другие практикуемые способы расширения сознания. Вот. И, в общем, всем доступное. Так что, конечно, вот вы, как бы, выходите на некоторый другой уровень. Ну, люди, знающие много языков, это вам подтвердят, так сказать, они на разных языках по-разному думают. Такой, в общем, известный факт. Владимир Александрович, спасибо вам за лекцию. У меня вот такой вопрос. Что сейчас современная лингвистика думает о гипотезе Сипируорфа? Вот ей много было уделено внимания раньше. Да, да, да. Что сейчас, последние данные? Спасибо. Ну, значит, я напомню вкратце, в чем состоит эта гипотеза. Она состоит в том, что язык не просто является инструментом нашего мышления, то есть мы используем язык, чтобы, так сказать, мысли перевести в материальную форму. А язык более сложным образом взаимодействует с мышлением, он участвует в нем. Вот. То есть он не просто орудие мысли. Это, так сказать, вот от языка отчасти зависит та форма, которую наши мысли принимают. Вот. В такой формировке, которую я сейчас произнес, я думаю, что, ну, все лингвисты профессиональные с этим согласятся в той или иной степени. Значит, это, в принципе, признано наукой. Но. Но. Значит, полемику вызывает не это утверждение, которое, ну, почти что общее место. Ну, опять же, многое из того, что я говорил, в рамки вкладывается. А полемику вызывает, так сказать, ну, та заостренная форма, которую ей придал сам Уорф. Гипотеза, на самом деле, принадлежит Уорфу. Сапир, как, так сказать, классик, он ее благословил своим именем. А Уорф такой был дилетант, любитель, остроумный человек, вот, которому пришло в голову примерно следующее. Значит, язык определяет наше мышление. Значит, мы находимся в плену языка. Мы не можем представить себе некоторые вещи, если до этого в нашем родном языке нет возможности. Ну, вот его знаменитый тезис в том, что если бы Ньютон был индейцем Хопи, то классической физики бы никогда не возникло, потому что в языке Хопи нету грамматического понятия о времени. Что не совсем верно, поскольку Уорф все-таки был любителем. И не все, так сказать, он понял действительно очень сложных структурах этих языков. Ну, вот, неважно. Ну, в такой форме все-таки с этим вряд ли согласятся, ну, подавляющее большинство профессионалов. Значит, здесь немножко Уорф перегнул палку. Но, с другой стороны, полезно в парадоксальном виде сформулировать некоторый тезис. Значит, нетривиальная связь языка с мышлением – общеизвестный факт. То, что для… вот, собственно, именно поэтому языковое разнообразие так и ценно. Значит, в каждом языке есть некоторые действительно привилегированные типы мыслительных шаблонов, если угодно, для которых он приспособил. Ну, опять же, ну, совсем наивно. Каждый знает, что есть вещи, которые на одном языке хорошо и удобно сказать, на другом языке сказать неудобно или даже нельзя. Те, кто занимались переводом, прекрасно знают, что бывают непереводимые, вот, или с трудом переводимые вещи. Вот это и есть коррелят, собственно, значит. Что значит «непереводимо» с русского языка? Значит, есть вещи, о которых, вот, пользуясь русским языком, нам легко и удобно думать. Вот, а на других нельзя. Вот, так что вот в этом смысле Уорф был, в общем, прав. Ну, не только Уорф, собственно, это говорил Гумбольд, который только что вспоминал. Это говорили очень многие люди. Прошу. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Мой вопрос таков. Вот, насколько сильно, по вашему мнению, влияет на гибель языков одинаковая, ну, да, одинаковая азбука языка? Ну, например, европейские языки, они все, у них у всех в азбуке в основе латинские буквы. Насколько сильно это может влиять на изменения? Например, есть люди, которые считают, что если русский язык перевести на латиницу, то мы после этого перейдем постепенно на английскую грамматику, потому что будет легче. Нет, это, конечно, наивное представление. Значит, простой ответ никак не влияет, конечно, поскольку, ну, в принципе, людям вообще очень свойственно смешивать и путать язык и письменность. Это совершенно разные вещи. Вот язык – это сложный механизм, и он существует вот в устной форме. Есть массы, которые никогда не имели письменности, и, может быть, и не будут ее иметь, потому что исчезнут вот до. Значит, ну, очень косвенно, отвечая на ваш вопрос, очень косвенно. Значит, единый алфавит предполагает, ну, какое-то единое культурное пространство. Единое культурное пространство предполагает, так сказать, ну, вот некоторое взаимодействие. Взаимодействие, конечно, не для всякого языка благоприятно. Слабый язык может оказаться вытесненным сильным. Как вы понимаете, расстояние от гибели языка до единого алфавита, оно, конечно, очень велико. Просто смена алфавита никак на язык, вообще письменности. Мы можем начать писать иероглифами русский язык, они вообще не должны измениться ни на йоту от этого. На йоту изменится, и не будет больше йоты. Да, но на нее ее не будет, но на нее не изменится, да? Совершенно верно. Но, так что, конечно, есть языки, у которых собственная письменность. Они кажутся нам такими вот защищенными. Но у них собственная письменность, потому что они, так сказать, образовали собственное культурное пространство. И находятся просто в изоляции. Ну, изоляция, конечно, способствует сохранению языка. Но вот никакого магического воздействия на язык все-таки смена письменности не имеет. Это сейчас вот на постсоветском пространстве дискуссии очень жесточенные шли. Вот, значит, нужно ли там, чтобы узбекский язык сменил кириллицу на латиницу. Вот там. Погибнет он или, наоборот, многократно улучшится и расцветет. Вот, в общем, этому явно очень преувеличенное внимание. Вот такое магическое отношение к знаку. Вот, значит, к языку, который у нас в голове, это никакого отношения не имеет. Ну, и есть же опыт перехода языков с одной графики на другую. Там, не знаю, вьетнамский, перешедший с иероглифов на латиницу. Особенно никуда, честно говоря, не девался. Ну, скорее даже лучше стало вьетнамскому языку. Вьетнамскому народу стало гораздо приятнее, быстрее учить. Можно сюда... А, вот... Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, чем объясняется, что в одних местах мира очень высокое разнообразие языков, то есть там как по языков, ну, индейцев в Северной Америке или в Австралии, а в других местах, ну, допустим, в Европе языков не так много. И, возможно, всегда было не так много, как в других местах. В Европе поменьше чуть-чуть сама. Значит, конечно, если бы... Ну, это объясняется, так сказать, неравномерностью политического развития истории этих стран. Значит, конечно, там, где образуются империи, большие, некоторое единое политическое пространство, в общем, языки подтягиваются за этим процессом. Я говорю, людям вообще, вот в этом смысле люди устроены очень нехорошо с точки зрения лингвистов. Они, во-первых, ленивые. А во-вторых, нелюбопытные. Да, да, и экономные, так сказать. Слушай, люди, если у них есть возможность говорить не на многих языках, а на одном, они эту возможность непременно используют. Не понимая, вот, насколько это на самом деле плохо, они поступают. Поэтому, конечно, империи с унификацией всего навязывали единый язык. Ну, в большей или меньшей степени, но навязывали. Мы находим языковое многообразие прежде всего там, где вот не было этого давления современных государств современного типа. Даже несколько, скажем, вот империя инков, как мы ее застали, значит, мы находим огромную территорию язык кетчуа, вот в Южной Америке, который как паровым катком прошел вот по всю, вот кетчуа везде, ну, вот на территории нескольких государств больше мы ничего не находим. А как бы в естественном таком состоянии маленьких групп людей, конечно, мы находим много языков. Поэтому Африка, западная, восточная, южная, везде одинаково. Поэтому Северная, Центральная Америка, вот, или там, скажем, там, где не было империи, вот, короткий ответ. В общем, чем беднее и замкнутее живут люди, тем больше их поощряют лингвисты. Одобряют, тем больше их одобряют лингвисты. Нет, мы же беднее, пусть они живут богато, но замкнуто. Главное, что они жили замкнуто. Меня зовут Сергей, спасибо большое за лекцию. Вопрос вот такой. Вы сейчас упомянули о Ньютоне, о том, что если бы он не владел бы своим языком, он бы не изобрел бы, ну, не открыл бы закон Ньютона. Ньютон слышал такое мнение, что китайская цивилизация, существующая, там, 6 тысяч лет, в ней не развилась наука, в то время как в европейской цивилизации, в 17-м, наука не появилась. А кто все придумал? А систематический подход, развитие в европейской цивилизации это возникло, вроде бы. Как в 19-м веке. Китайская культура, мне кажется. С богатейшей, мощнейшей, интереснейшей культурой. От вас все, извините. Нет, нет, все. Нет, вообще, это, в принципе, вы затронули действительно важный вопрос. Его часто, например, в таком виде задают. А вообще, вот есть ли бедные и неразвитые языки? Мы же говорим там мощный, развитой язык, правильно? Значит, если есть мощный, развитой, значит, где-то есть, наверное, слабый, такой вот хилый. Нет, значит, с точки зрения теоретической лингвистики, все языки, так сказать, одинаково совершенно. Вот эту задачу каждый язык виртуозно умеет решать. Ничего, так сказать, никаких недостатков ни в одном языке нет. Ну, нам меньше слов может быть такое, но просто, значит, этим людям не нужны. Они понадобятся, они заимствуют новые слова, собственно, и русские заимствуют, и все языки. Вот по степени совершенства механизма языки все находятся на одном уровне. Поэтому, в принципе, любой язык... И более того, чем, так сказать, глуше, как вот вы говорите, тем интереснее бывает язык. Самые интересные языки, самые сложные, это Новая Гвинея, Центральная Африка, вот Южная Америка. Они гораздо сложнее, интереснее, чем английский и китайский. Китайский очень простой язык. Это язык огромной империи. Ну, послушайте, китайский огромная империя, великая цивилизация, масса технических изобретений, наука, философия, медицина. Это какое-то недоразумение. Нет, нет. Ну, язык этому совершенно никак не мог помешать. Там, поэзия, ну, все что угодно. Техника, государственное управление. Была античная цивилизация, Средиземноморская. Один полюс, а другой полюс ровно китайский. Они, так сказать, ничем друг другу не уступают. Вот, так что нет. Давайте. Здравствуйте. Я хочу узнать, что вы думаете о языке эсперанто, и как вы думаете, почему он не получил такого широкого распространения? Почему получил, да? Не получил. Почему не все еще говорят на эсперанто уже, наконец? Я бы ответил на другой вопрос. Почему язык эсперанто получил такое распространение? Потому что он, вообще говоря, не должен был этого сделать. Значит, эсперанто – это очень интересный случай. Это искусственный язык, как вы знаете, созданный Людвигом Заменхофом в самом конце 19 века. Когда вообще было такое поветрие. Люди… Вот мир был еще довольно многообразен. Не все говорили по-английски тогда. И люди ощущали необходимость какого-то такого простого общего языка, который при этом оставался бы ничьим, но очень легким. И далеко не один Заменхоф, очень много попыток такого рода было сделано. Повезло вот только одному эсперанто из вот этих десятков попыток. Значит, Даменхоф был талантливый человек, хотя он по образованию был врач-окулист, совершенно к лингвистике не имел отношения, но у него такая была мечта. Он многое угадал, так сказать. Вот он принял, ну, многие его решения, они очень хорошо, так сказать, проникают в структуру естественных языков. Просто интуиция у него. Некоторые его решения, ну, неудачные, вот с точки зрения теоретической лингвистики, но их немного. Поэтому, в принципе, конечно, замысел создания искусственных языков, немножко такой смешной замысел. Конкурировать с природой здесь очень трудно. И он должен был бы быть обречен на забвение. Между тем, вот именно Заменхоф вот что-то такое угадал, что его эсперанто, несмотря на то, что, конечно, сейчас это не великий мировой язык, тем не менее, ну, очень много народу продолжают, вот век прошел уже целый, значит, язык живет. Так что вот это исключительно для его интуиции, ну, отчасти, может быть, с каким-то обстоятельством, вот. Но это интересная попытка такая. Здравствуйте, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот профессиональный лингвист сможет ли отличить вот этот язык искусственный, искусственно был создан, или он существовал много-много лет? Если эсперанто предъявить, то... Да-да-да, допустим. Вот. И второй вопрос. Я вот слышу... Сразу видно. Сразу видно. Я вот слышу, что... Биолог отличит кактус от пластилинового копия его. Но если очень качественный. От очень качественного. Биолог отличит. Вот разница примерно такая же. Хорошо, тогда у меня второй вопрос. Я вот слышу, что есть такое мнение, язык это инстинкт. И если даже нас ничему не учить, то на каком-то будем мы как-то разговаривать. Вот. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, в каком-то смысле это верно. Есть даже такая книга, язык как инстинкт. Стивен Пинкер, такой американский лингвист, довольно известный популяризатор. Она на русский язык переведена была. Ну, вот это верно в том смысле. Ну, язык, конечно, не является инстинктом в строгом смысле. Понятно, что инстинкт совсем другая вещь. Но язык это бессознательное знание. Это часть нашего бессознательного. Значит, это то, что усваивает. Значит, человек не контролирует овладение языком. И использование его мы не можем объяснить, как мы это делаем. Так что в этом смысле язык находится в одном ряду там с нашими навыками. Там дыхание, ходьбы. Ну, понятно. Так что использование языка бессознательное. Но язык – это особая вещь. Отличие его от инстинктов тоже хорошо понятно. Так что это метафора, броская метафора, которую часто пользуются, чтобы подчеркнуть, что человек не может ни влиять на язык, ни контролировать его развитие, ни многое другое. Лучше говорить, что это бессознательное феноменство. Еще вопросы? Кто поймал микрофон, тот экран. Спасибо за интересную лекцию. Вот есть ли какое-нибудь объяснение необычайно низкой изменчивости английского языка? Вот скажем, Канада и Соединенные Штаты – два отдельных государства. Абсолютно идентичный язык. Или почему, допустим, за столько веков английский язык не изменился при разделении географическом? Ага, спасибо. Значит, хорошо, да, хорошо. Значит, на самом деле английский в этом отношении ничем не отличается от других языков мира. Просто срок, о котором вы говорите, очень короткий. Чтобы язык изменился существенно, но все-таки лет 500 должно пройти. А Соединенные Штаты, Австралия возникли гораздо позже. Вообще говоря, австралийский, английский, если кто-то знает, это совсем не то же, что британский. Если вы не очень хорошо владеете английским, вы австралийцы, просто будете плохо понимать. Там вместо day говорят, die, как известно в Австралии. Ну и много-много других отличий. Так что даже за эти там 300 лет успели измениться в некоторой степени. Но пресса, телевидение, культура современная это все, конечно, удерживает. И вот английский язык, так сказать, он распространился на огромные расстояния в ту эпоху, когда уже наступила глобализация. Но также устроены и другие мировые языки. Там испанские в этом смысле ничем не отличаются. Русские, которые тоже на огромной территории. А в своей истории английский язык изменялся колоссально, до неузнаваемости. Древний английский язык по своей грамматике напоминает скорее латынь. Много падежей, сложные глагольные формы, там условное сослагательное наклонение, такой сложный индоевропейский язык. Значит, пропало все. Падежи, глагольные времена, фонетика изменилась. Вот там Great Wild Shift, кто изучал там историю английского языка. То есть английский язык современный, он ближе к китайскому по своей структуре, чем вот к древнеанглийскому языку, который нам известен по первым памятникам. Так что уж кто-кто, английский язык просто вот максимальным образом изменился. Ну вот с примерно XIII по XVI век. Не так много. Ну там нормандское завоевание, разные другие процессы, так сказать, тряхнуло хорошо Британию очень. Поэтому английского языка просто не осталось. ничего. Так что не надо думать, что он как-то специально прочнее других. То есть если язык предварительно, от языка предварительно обтрясти все лишнее, то потом уж будет стоять. Да, да, зато потом. Да, ведь английский язык вообще находился на грани исчезновения где-то там веке в XIII. Могли бы говорить на французском языке, на британских островах. Законы, парламент, знать все по-французски. Просто много английских крестьян было, чисто физически. Но он балансировал на грани. Английский мог бы исчезнуть. Но уж теперь зато, да, уже ему ничего не стало. Еще вопрос. Я видел, было много рук. Простите, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Съезжаем. Вот такой вопрос. Можно сравнивать, скажем, естественные языки, о которых вы говорили, и формальные языки. Вот их многообразие тоже. И достижимо ли в области естественных языков ну какая-то такая формализация, ну такая же, какая существует, скажем, в языках формальных. И вообще вот когда вы говорили о том, что задачей лингвистики является выявление тех, ну инструкций, посредством которых строятся тексты, вот, скажем, где-то как предельная задача для лингвистики, это достижимо такая формализация вот в отношении естественных языков? В смысле задача лингвистического описания, да? Да, да. Ну, такую задачу ставят. Теоретическая лингвистика, в принципе, уважает формализованное описание. Самое понимание, чтобы формализовать некоторое знание, его надо сначала получить. Вот. Но, в принципе, это такая важная признанная задача. современно-теоретическая лингвистика. Это я начал с конца отвечать на ваш вопрос. Значит, теперь начну сначала. Значит, должен ли человеческий язык быть таким же формальным, как вот искусственные языки? И может ли он быть? Ну, в каком-то смысле может, формальные же языки созданы людьми. Значит, это возможно. Вопрос, нужно ли это. Значит, была такая точка зрения в начале, когда вот, ну, само понятие у нас появилось, что формальный язык лучше, чем неформальный. Ну, понятно, он там точный, однозначный. И непредельная неформальность, естественно, их очень большой недостаток, который надо устранить. Это вот 17 век, лингвоконструирование, Лейбниц, Ньютон, вот все великие умы того времени увлекались исправлением человеческих языков. Нам в память об этой эпохе остались там формулы математические, химические, переменные, разные другие вещи. То есть язык науки это действительно перестроило. С естественным языком справиться не удалось. Он как был, вот не... Значит, сейчас все-таки мы думаем, что это скорее достоинство естественного языка, а не его недостаток. Он не может быть формальным, иначе он бы просто не... Ну, просто люди, они так устроены. Значит, люди... Вот язык очень гибкий, он не точный, но зато он многое может. Я очень кратко, схематично отвечаю, ну, вот примерно. То есть его неформальность, там, многозначность слов, например, возможность разной интерпретации, это не случайные, а очень важные свойства языка, которые помогают ему, ну, вот быть тем, что он есть. Вот. Поэтому для науки одни задачи, для нашего общения совсем другие, нужны разные языки. Вот скорее такой ответ. Спасибо. Если еще, позвольте, еще один такой вопрос. Скажем, вот, ну, существуют такие мертвые языки, скажем, латынь, да? Вот. И то, что языки развивались, вот можем ли мы сравнивать современный язык с языком латыни и что-то выносить, какие-то суждения? Стал ли современный язык богаче, или беднее, или был ли... И почему вообще умер этот язык? Понимаю, да, значит... Спасибо. Ну, если уже этого вопроса, значит, еще раз. Все языки, и живые, и мертвые, все известные науки, человеческие языки, в равной степени совершенны. Они абсолютно разные механизмы, но каждый из них безупречно выполняет свою работу. Изменение языка со временем, которое не означает его порчу, как многие думают, но и не означает его прогресса или улучшения. Это скорее, знаете, как камешки в калейдоскопе. Вот мы повернули его, узор другой. Ну, он же не лучше и не хуже, чем был. Вот что-то переставили. Вот числительные у нас были глаголом, стали существительным. Что-то лучше или что-то хуже? Нет. Ну, вот мы по-разному решаем просто ту же задачу. Поэтому вот действительно вот люди в прошлом, в позапрошлом веке очень хотели думать, что есть прогресс развития языков. Ну, тогда вообще верили в прогресс. Вот нет, прогресса нет, есть изменения. Есть, так сказать, переход, бесконечные переходы внутри разнообразия форм в пределах некоторого пространства возможностей. Вот скорее так. Опять же очень кратко. Прошу. Да, вот вопрос, пожалуйста. Вот как раз касается невербальных, скорее, таких средств общения. Вы мне сами сейчас напомнили такой момент. Вот мужчина вас когда спрашивал, вы, говоря, что его понимаете, говорите такие звуки. Это вот насколько тоже русским, например, является? Есть ли для таких звуков тоже географические границы? Насколько они связаны, подобные вещи, невербальные, скажем, с русским языком? Есть ли такие же звуки у других, например, народов? И второй вопрос маленький. Вот вы про фонетическое разнообразие кавказских народов сказали. Какие кавказские языки им отличаются? Хорошо. Значит, первый вопрос. Значит, это вербальное общение. Невербальное общение. Это общение без участия голоса. Это жесты. Я прибегаю к жестам, когда все мы это делаем. Значит, то, что, это, ну, то, что, наверное, междометием бы назвали лингвисты. Другое то, что по-русски его довольно трудно записать. Русскими буквами мы напишем угу. Но это, как вы понимаете, очень несовершенная передача. Есть такие звуки, которые мы не умеем записывать нашими буквами. Вот к вопросу об алфавите. Значит, конечно, междометия такого рода есть абсолютно во всех языках. Мое, так сказать, согласие, ободрение собеседника. Да, я тебя понимаю, говори дальше. Это очень важный тип слова. Он есть абсолютно во всех языках. Это очень важные классы знаков. И, ну, средства разные используются. Очень часто, действительно, экзотические звуки там. Причмокивание всякие там, покашливание. Так что здесь русский язык вполне ведет себя, как многие другие человеческие языки. Значит, что касается языков Кавказа. Действительно, вот по, действительно, языке Кавказа, по богатству звуков, грамматических форм, одни из самых замечательных на земном шаре. Там очень много всего. Я бы, маленький регион. Языков много. Более 30-40 языков. Вот разных. Для такой территории очень много. Значит, при этом они очень разные по происхождению. Значит, картвельская группа. Грузинский, сванский. Раз. Значит, нахско-дагестанская группа. Значит, чеченский, ингушский, аварский, резгинский и так далее. Значит, вот горный Дагестан. А, значит, там же абхазо-адыгские языки. Вот абхазский, адыгейский, черкесский, кабардинский, ряд других. Ну, и так далее. Там же осетинский, который индоевропейский язык, родственный иранским и так далее. В общем, такой огромный котел, где встретились языки очень разных семей, разных народов. И так было очень долгое время. Да, ну, армянский, конечно, индоевропейский язык тоже, но отдельно ветвь занимающий. Вот, значит, вот это все перемешивалось, взаимодействовало. И вот, как бы, вот эта вот сложность все время возрастала, увеличивалась. И для лингвистов этот регион необычайно интересен. Прошу. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Может ли формальный или искусственно созданный язык перейти в естественный? То есть, ну, например, на примере некоторых пиджинов и криольских языков. Можно сказать, что вот ток писен, например, перешел же в... Но он же не искусственно был создан. Не искусственно, но по обстоятельству. Да, понимаю. Нет, ну, представим себе, что произошло крушение, и группа эсперантистов оказалась на необитаемом остре. Нет, если их дети начнут говорить, если они забудут свои родные языки, при этом, если у них открушение произойдет такое сотрясение сознания, что родные языки забудут, а будут помнить только эсперанто, и у них родятся дети, то, конечно, эсперанто превратится в естественный язык. Можно, например, программисты, например, на необитаемом острове. Которые объясняются на фортране. Забыли свои родные языки, да. В принципе, возможно. Ну, то есть, вот какие условия должны быть, чтобы язык искусственно превратился? Ну, пиджины – это немножко другой процесс. Это действительно очень интересный тип языка. Ну, вот обычная ситуация – плантация, да, на которой свозят рабов из разных мест, и им надо как-то общаться друг с другом, с хозяевами, и это все надо очень быстро, в реальном времени. То есть, как бы на живую нитку из обломков языков хозяев, это обычно английский, французский, испанский, португальский, что-то такое, вот на живую нитку вроде бы слеплено, вот по типу «моя твоя», «понимай», «нет», «солнце заходить», вот такое. Значит, вроде бы, ну, такая пародия на человеческий язык, да. Между тем, действительно, вот на плантациях наблюдалась такая вещь – нотивизация языков. Рождаются дети, которые вот этот язык усваивают в качестве родного. И постепенно этот язык становится обычным человеческим языком, который ничем не хуже, который приобретает всю полноту функционирования. Ток писан является государственным языком. Папа – Новый Гвинеи, на нем написано много текстов, на него переведены, по-моему, даже Шекспир, и, в общем, ничего страшного. Вот. Более того, очень может быть, что многие языки в истории человечества – это такие нотивизованные пиджины. Мы этого просто не знаем. Очень может быть, что вот языки, которые мы сейчас воспринимаем, язык кечуа, например, вполне мог бы оказаться таким по происхождению. Кстати, английский довольно близко вспомнит, так сказать, сколько он всего потерял, и как сильно на него давил французский с одной стороны, там, скандинавский с другими, то английский не очень далек вот от ток писана, который его же судьбу повторил. Так что нотивизация, вот усвоение с детства и использование природной обстановки, оно вот способно построить полноценный язык. Спасибо. Так, не хотят люди отдавать микрофон, это понятно. Добрый вечер, благодарю вас за лекцию. У меня такой вопрос. Мы говорим, что языки имеют тесную связь с мышлением, соответственно, каждый язык несет свое мышление. Но не является ли тогда сокращение количества языков путем к сближению мышления людей, соответственно, к большему их единению? Возможно, так трудно уверенно ответить на этот вопрос, но какая-то унификация, конечно, происходит. Ну, как и в целом, в общем, то, что мы называем словом глобализация современного мира, это же и есть унификация культурных моделей. В общем, язык участвует в этом процессе, безусловно, да. Собственно, это и без языка видно. Это происходит даже независимо от сокращения языков. Но сокращение языков, конечно, наверное, не случайно этот процесс сопровождает. Меня зовут Татьяна Спасовна. Я-то вас слышу, но, наверное, хорошо, чтобы вопрос... Вот сейчас меня должны... А, вот сейчас, хорошо. Я так немножко хочу несколько шагов назад сделать. Вы упомянули о крайней озабоченности некоторых государства советского пространства со своими языками, оживлению церкви. Мне сказали, что слышно все, что они относятся к фаблике. А если что, то, что действительно стоит вращать внимание, чтобы языки не потеряли свою жизнь, восстанавливающиеся с нами? Ну, как сказать? Понимаете, язык все-таки явление природы во многом. Мы можем на что-то обращать внимание, но язык к нам не очень прислушивается. Язык таков, вообще, грубо говоря, какова наша жизнь. Люди с трудом с этой идеей мирятся. Им все время кажется, что, во-первых, на язык можно воздействовать. Это заблуждение. Ну, можно в микроскопических масштабах. Ну, так же, как там на погоду. Вот мы, ну, гораздо даже больше. Во-первых. А во-вторых, неверно, что, так сказать, исправление жизни надо начинать с исправления языка. Эта идея, кстати, даже многим философам была свойственна. В 20 веке у нас школа Витгенштейна это всерьез обсуждала. Вот. Ну, вот такой вывод. Но все-таки, как правило, то, чем мы недовольны в языке, это то, чем мы недовольны в окружающей нас жизни, а не наоборот. Так что, действительно, такой романтический период строительства нации очень много плодит вот таких разговоров. Но с точки зрения науки, конечно, они очень наивны. Вот. Значит, короткий ответ. Нельзя сделать ничего. Вот. Ну, короткий, можно понимать. Когда вы рассказывали об особенностях построения предложения в языке самоа, сравнивая его с русским языком, вы прибегали к таким знакомым нам драматическим понятиям, как части речи и члены предложения. В связи с этим возникает вопрос, насколько эти понятия являются универсальными и корректно ли их использование в отношении неиндоевропейских языков? Да, хороший вопрос. Я, действительно, я немножко щадил присутствующих, стараюсь употреблять знакомые термины, значит, понятия не универсальные, есть языки лишенные, ну, где понятия части речи, по-видимому, смысла не имеют. Ну, вот, кстати, китайский один из таких языков, вьетнамский в еще большей степени. Члены предложения тоже есть языки, но дело не в индоевропейских языках, есть много других неиндоевропейских языков, в которых оно применимо, но не везде. Вот здесь разнообразие человечества выходит далеко за рамки. Собственно, часть речи были придуманы античными грамматистами, действительно, для описания свойств греческого, латинского языков. Совершенно необязательно считать, что есть языки, которые эффективно отличают существительные от глаголов. Вот, нет, нет, нет. И это как раз далеко еще не самая поразительная красота. К этому лингвисты привыкли, смирились и не удивляются. Здравствуйте. Вот когда вы отвечали на вопрос о формальных языках, вы сказали, что одной из особенностей живого языка является его амонимичность. А вот скажите, пожалуйста, как… Ну, скорее, не столько амонимичность, простите, сколько многозначность каждого слова. Ну, да, вот я как раз имел в виду, а какую функцию несет вот большое количество одних и тех же значений одной формы? Разных значений. Разных значений, да. Это какая-то игра разума, способ сократить словарь или что-то другое. Спасибо. Отчасти способ сократить словарь – это неплохая формулировка, действительно. Значит, если очень кратко ответить на этот вопрос, мир бесконечно разнообразен, а слов у нас в запасе ограниченное количество. Значит, если мы хотим, чтобы вот эти ограниченные слова обозначали вот бесконечное разнообразие мира, то в языке должна быть многозначность. Ну, грубо говоря, мы встраиваем слово в другой контекст, в новый, и оно играет какими-то новыми гранями. Иногда эта игра едва заметна. Значит, человек, когда не замечает, но специалист увидит, иногда она заметнее, иногда, так сказать, она приобретает уже, ну, вот такой разительный характер, и слово расщепляется. Но в любом случае это вот такой способ говорить о разнообразии мира. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос о связи теоретической лингвистики и прикладной. Понятно, что очень много разных применений и распознавания речи, и прочей компьютерной речи, и преподавания языков. И вопрос, вот эти шаги, которые за последнее время в теоретической лингвистике, насколько быстро они переходят в прикладную лингвистику? Да, хороший вопрос. Действительно, прикладная. Я ничего не говорил о прикладной лингвистике, поскольку, так сказать, ну, понятно, что у каждой науки есть какие-то приложения. Так сказать, если мы рассуждаем в терминах пользы, я, так сказать, некоторую более возвышенную пользу имел в виду, специально умолчав о том, что, конечно, изучение языка имеет масса непосредственных приложений. Ну, прежде всего, в том, что касается понимания языка компьютерами для этого. Но я бы так сказал, ну, вот компьютер должен понимать там русский, английский, крупные мировые языки. Казалось бы, зачем нам изучать языки Новой Гвинеи для этого? Но здесь связь очень прямая и простая. Чем лучше мы знаем языковое разнообразие, тем лучше мы описываем каждый конкретный язык. И тем эффективнее решаем прикладные задачи. Потому что, находясь внутри своего родного языка, внутри одного языка, мы просто не видим, вот, пришло бы нам в голову считать, что там числительные могут не иметь каких-то особенностей, если бы они знали, как с ними обращается язык самого, ну и так далее. Вот, поэтому лингвистическая типология, она такой вообще локомотив теоретической лингвистики и прикладной. Вот, прогресс лингвистики, это в первую очередь прогресс лингвистической типологии, за которым подтягиваются сразу очень быстро все другие. Это не значит, что, так сказать, всех специалистов там, занимающих, надо срочно обучать языку самому, разумеется. Но, тем не менее, связь достаточно прямая здесь. Прошу. Немного, можно вот этот микрофон добавить немножко? Большое спасибо за лекцию. У меня несколько вопросов, я пока тут на меня микрофон донесли, они все копились и копились. Никто их не задал еще. Да, да. Соответственно, ну, несколько раз упоминалось латынь, как довольно сложный язык с большим количеством времен, конструкции и так далее. И во всех современных европейских языках мы видим его упрощение, да, то есть исчезание каких-то конструкций. То есть, грубо говоря, получается, что исчезают языки, из языков исчезает конструкция, плавильный котел типа Америки, там языки сливаются, получается еще что-то более примитивное. И не придем ли мы в итоге к тому, что у нас станет более примитивное мышление, если одно основа другого. И вопрос в том, что одно дело, когда мы охраняем землеройку или какой-то конкретный язык, чтобы он сохранился. А каким образом вот можно охранять язык, да, и если в этом необходимость, да, то есть раз это все равно его естественное развитие, его упрощение. И в связи с этим другой вопрос, что если в древние времена, когда там наука и техника была на превентивном уровне, язык был очень-очень сложным, и сейчас набирает, как бы наблюдается противовес, да, что наука и техника, она очень сложная, язык простой. То есть это ограниченность то, что у нас может быть только что-то одно сложное, и если... А больше в голове не помещается. Да, да, да. И вот если какая-то вероятность того, что язык начнет обратно усложняться, то сейчас вот все упрощается, да, а потом вот что должно произойти, чтобы он стал более сложным. Достаточно для этого уничтожить науку и технику. Да, да. Вот видите, мы опять... Немножко об этом была речь, вот мы немножко в это выдаемся опять. Значит, сложность языка – это очень интересное понятие, которым лингвисты не так давно научились грамотно говорить, только начинают учиться, так сказать. Значит, мы, безусловно, отвергаем представление о том, что изменение языка – это его упрощение или усложнение. Развитие латинского языка совершенно не обязательно его упрощение, кто вам, собственно, сказал. Латинский язык утратил падежи, став итальянским, но приобрел артикль. Артикль – это очень сложная грамматическая категория, которая, так сказать, вот, ну, требует нетривиальных мыслительных операций. Не надо думать, что появление артикля – это знак какой-то специальной зрелости. В древнегреческом артикль был всегда, сколько мы помним историю этого языка, ну, и мы можем найти артикли в языках Африки, например. Вот это здесь, вот я говорю, это внутриязыковое разнообразие, любой язык внутри него путешествует, как маятник, как узоры в калейдоскопа. Это прямо не значит, вот, еще раз, в этом смысле языки одинаково сложны, вот, но, но, но. Понятие языковой сложности существует, тем не менее, вот, и можно говорить о том, что в каких-то отдельных фрагментах, там, система сложнее. Вот на русский язык сейчас как раз перевезла книга, такой шведский лингвист Эстендаль, как раз посвящена феномену языковой сложности. Она очень просто написана, если кого-то интересует, можете посмотреть. Вот, там есть попытка с научной точки зрения на этот вопрос ответить. В принципе, есть такая тенденция, что чем меньше коллектив языковой, тем большую сложность он может себе позволить. Неважно, что это обозначает. То есть, не прямо с развитием науки и техники связано, и уничтожение науки проблемой не решит. Надо еще устроить очень маленькие группы людей. Тогда даже можно оставить науку, я думаю. Но главное, чтобы, понимаете, ну, понятно. Так они же научатся общаться. Если людей мало, они и так знают, что они хотят друг другу сказать. Вот они могут себе позволить сверхсложный язык. А если мы плохо знаем, что нам могут сказать, нам нужен язык попроще, понадежный, очень грубый. Современная теория языковой сложности говорит примерно это. Так что корреляции есть какие-то, но, конечно, не прямым с, так сказать, уровнем цивилизации, вот такого рода вещами. Но да, английские, китайские, крупные мировые языки, имперские, они в каком-то смысле более простые языки, чем вот языки отдельных племен, таких изолированных. Еще маленький вопрос, вы даже чуть-чуть начали на него отвечать. По поводу лингвистики не для профессионалов, да, то есть есть популярная книжка по биологии, популярная там механика, химия, все что угодно. Вот могли бы вы порекомендовать какие-то для расширения сознания доступными безопасными средствами, да, какие-то книжки, которые можно почитать непрофессионалам? Я могу порекомендовать книжку Владимира Бумьяна, почему языки такие разные. Собственно, книгу, увенчанную премией «Просветитель» в прошлом году, я думаю, что это прекрасная кода. Большое спасибо, Владимир Александрович, за прекрасную лекцию и за возможность нам, людям, говорящим хоть на каких-нибудь языках, почувствовать себя так же, понять, как чувствуют себя бронзовки, когда их рассматривают зоологи. Говорят, о, хорошо, вот это у этого щеточка отвалилась, а у этого ножки отмерли, прекрасно, какой разнообразный. Большое спасибо Техническому музею, фонду «Династия», который сделал все это возможным. Вам всем, если у вас остались незаданные вопросы, непременно вписывайте их в бумажки, которые есть у вас, отдавайте их людям в белых футболках, мы зададим их Владимир Александровичу и вывесим в глобальную сеть интернет. Спасибо. Спасибо.